Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы заканчиваем рассмотрение первого послания Фессоникицам, пятая глава. О временах же и строках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Итак, мы с вами уже неоднократно говорили о том, что напряженное ожидание второго пришествия пронизывает первое и второе послания Фессоникицам, и, собственно говоря, это отражает то, чем жила ранняя церковь, что она проповедовала, что было средоточием ее жизни. И в то же время, как тогда, так и по сей день, актуальным оставался вопрос, когда же это произойдет. И мы с вами хорошо знаем из истории, что такое напряженное ожидание, оно неоднократно пронизло разные исторические эпохи, особенно, когда была смена тысячелетий, что вот Христос вот-вот уже должен прийти, что как бы какие-то признаки, они уже совпадают, сходятся. Но, тем не менее, мы с вами хорошо знаем, что эти прогнозы, эти даже предопределения, они, тем не менее, оказывались недействительными. И действительно, то, что говорит апостол Павел, оно сохраняет свою актуальность на все времена. И это предупреждение, чтобы нам не говорили о том, что вот-вот, уже скоро, близко, оно должно обязательно приниматься в виду, вот, что день Господень придет, говорит апостол, как тать ночью. Другими словами, это происшествие будет настолько неожиданно и настолько непредсказуемо, что все прогнозы, все даже предостережения, предопределения, они должны быть отодвинуты в сторону. Потому что это человеческие прогнозы, да, это человеческое мнение. А Бог суверенен, Он поступает так, как Он считает нужным. И только Ему известны последние времена и сроки. Итак, говоря об этом контрасте, говоря об этой неожиданности, апостол говорит, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагубно, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Другими словами, именно тогда, когда люди не будут ждать никаких катаклизмов, ничего плохого, именно тогда произойдет то, что явится для них полной неожиданностью, второе происшествие Иисуса Христа. И апостол Павел как бы иронизирует, в том числе и над устройством мира, в котором он жил. Ведь римский мир, пакс романа, действительно, во времена Павла, после десятилетий различных войн, в том числе и гражданского противостояния, после того, как Август пришел к власти, он дал мир. И римский мир, он как бы воспринимался именно как один из основных даров благополучия, возможность безмятежно существовать, не опасаться за свое будущее. И апостол Павел говорит о таллезорности любого мира и любой безопасности, потому что все равно последнее слово, оно остается за Богом. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью. Вы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегчить броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Очень важно, что эта символика дня и ночи присутствует в посланиях апостола Павла. Она вообще, в принципе, распространена в Новом Завете, особенно ярко. Она присутствует в Евангелии от Иоанна, как в словах Спасителя, так и дальше. Евангелист Иоанн использует ее в своих посланиях. И апостол Павел тоже, на самом-то деле, в посланиях не раз к этой символике обращается. Например, в послании к Ефесиным она тоже есть и в других посланиях. И то, что он называет своих адресатов «сынами света», предопределяет их совершенно иной образ жизни. Ночь очень часто и тьма рассматривается как время совершения каких-то плохих дел, в том числе и апостол Павел упоминает пьянство. И он говорит, что мы сыны дня, и поэтому даже ночью мы должны жить так, как будто живем при свете. Это означает, что человек облекается, он как сторож, как будто он стоит в ожидании какого-то, может быть, нападения или на посту. И эта символика тоже используется в последствии апостола Павла активно. Он говорит, что мы облеклись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. То есть эти три слова – вера, любовь и надежда, которые апостол Павел тоже в этом послании использует не раз. Сейчас в начале они стоят. Он облекает в доспехи. Это то, что на самом-то деле может нас защитить, то, что может нас выручить, что может нас спасти. И опять же, можем сказать, а каким образом? Вера, надежда и любовь могут нас спасти. Апостол Павел говорит, что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы делаете. Итак, именно вера, надежда и любовь, они вводят в нашу жизнь Христа. И поэтому апостол говорит о том, что бодрствуем или спим, мы должны жить вместе с Ним. То есть жить в присутствии Христа. Так, если бы Он стоял рядом, чтобы Он не просто был для нас объектом чтения или поклонения, но чтобы Его живое присутствие, оно всегда ощущалось в нашей жизни. Каким образом? Мы хорошо знаем, особенно ярко это ощущается нами, когда мы причащаемся. Вот тогда для нас присутствие Христа, оно наиболее убедительно, наиболее достоверно, наиболее ощутимо. Мы чувствуем, да, это божественное присутствие, которое нас просвещает, которым нами руководит. И, конечно, это особые дни в нашей жизни, но и в другие дни все равно Христос должен присутствовать в нашей жизни, Он должен быть рядом. Конечно, мы не должны отказываться от этого единства, от этой связи, а для этого задавать себе вопрос. Если бы Христос был рядом, допустил бы я такие мысли в Его присутствии, допустил бы я ли такой поступок, как бы я себя повел, сказал бы я такие слова или нет. То есть вот мы должны научиться жить в присутствии Христа. А если мы не будем ставить перед собой эту задачу, если мы ее исключаем из своей жизни, то тогда и в вечности мы в присутствии Христа с вами попасть не сможем, потому что для нас Он вдруг, как ни странно, может оказаться чужим, потому что в этой жизни Его рядом с нами не было. Мы сами отказались от этого единства. Апостол Павел призывает христиан увещевать и назидать один другого, как вы делаете. То есть другими словами, учительная функция, она не только должна быть отдана начальствующим тем, кто на это поставлен в церкви, а сами христиане могут вполне назидать друг друга. Но делать, конечно, это очень бережно и осторожно, ненавязчиво. Просим аж вас, братья, уважать, то есть уважать друг друга и уважать трудящихся у вас, предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, почитать их преимущественно с любовью, заделая их, будьте в мире между собою. Мы с вами прекрасно понимаем, что как бы то ни было, люди, которые кого-то назидают, которые кого-то наставляют, которые чему-то учат, они нередко оказываются в непростой ситуации. Потому что, ну, как говорят, не учи ученого. То есть человек, ну, что там, мне кто-то другого учит. Это может восприниматься конфронтацией, с недовольством, с неприятием. И поэтому, естественно, что такие люди, они должны пользоваться уважением, должны пользоваться авторитетом. Апостол Павел призывает к этому для того, чтобы действительно за начальствующими, за теми, кто несет это учительное служение, этот авторитет сохранялся. Потому что это действительно непросто. Ведь роль наставника не в том, чтобы высказаться. Это несложно, да? А в том, чтобы достичь результата, чтобы его наставления, они действительно имели продолжение, сыграли свою роль. И, собственно говоря, это и есть основная задача послания апостола Павла. Мы с вами видим, что он вспоминает о том, как он присутствовал в Фессалонкидской церкви, как он общается. Но для него важно не это, а важно вот их нынешнее состояние. Достигло ли то, что он говорил и то, что он написал, свои цели или нет? Если этого не произошло, если люди остались к этим словам равнодушны, если они не повлияли на них никаким образом, то этот труд, он оказался совершенно не нужен, не востребован, обнулённый. Поэтому, естественно, что это происходит только тогда, когда действительно для человека слова наставника, они пользуются авторитетом, оказываются весомыми, только в этом случае он готов поступить со собой, изменить и исправить свою жизнь. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Ну, а что за бесчинства происходили в Фессалоникийской церкви, мы с вами узнаем из второго послания. Эти нестроения как раз были связаны с напряжённым ожиданием второго происшествия Христа, так что некоторые члены общины перестали работать и легли тяжким временем на остальную церковь. А малодушие было связано и слабо, и с тем, что церковь эта, она стала лицом к лицу с гонениями, с притеснениями. И, конечно, тема страдания является тоже одной из ключевых в этих текстах. И поэтому, конечно, должны быть те, кто бы поддерживали людей, которые только пришли ко Христу и неожиданно для себя столкнулись с тем, что их новая вера принесла в их жизнь не только радость, не только утешение и смысл, но и гонение, но и страдания. И как с этим быть, что с этим делать? Конечно, эта проблема, она проходит через все апостольские послания. «Будьте благотерпеливы ко всем», – заключает апостол. «Смотрели, чтобы никто никому не воздал злом за зло, но всегда ищите добро друг другу и всем». То есть терпение связано с готовностью прощать. Даже если кто-то из члена церкви и нанес какой-то ущерб другому, не означает, что люди должны отвечать, мстить каким-то образом, это недопустимо, говорит апостол Павел. То есть человек должен как бы на себе уметь погасить зло, в коем случае не давать ему ход, какое бы то ни было продолжение. И поэтому апостол Павел говорит, «Ищите добра друг другу и ко всем». То есть это тоже своего рода задание – поиск добра. И как бы эта задача, она сохраняется, потому что можно спросить себя, «А какое добро я делаю кому-то ни было?» Делаю добро неформально, конечно, не по необходимости, по неизбежности, там для семьи, еще что-то, а сам присутствует ли делание добра в моей жизни. И вот этот поиск добра, на самом-то деле, он должен пронизывать все наше существование. «Всегда радуйтесь!» Замечательный призыв, который тоже требует пояснения, потому что казалось, «Ну как же можно всегда радоваться?» «Разве вообще это возможно, допустимо?» «Может быть, это признак какого-то сумасшествия, но, конечно, это не так. И сам апостол Павел, он является здесь удивительным примером. И некоторое его послание, например, послание филиппийцам, тоже другой македонской церкви, тоже называют посланием радости, где как раз этот паритет равновесия между скорбями и радостями. Нам кажется, что скорби они должны вносить в жизнь человека только горе, только разочарование, огорчение и так далее. На самом-то деле, ведь радость, она не в каких-то обстоятельствах жизни, она в Господе. Если человек с Богом, то ему хорошо, ему радостно. Если он теряет Бога, то он предоставлен многим треволнением, стихием этого мира. И, конечно, тогда в его жизнь входят совершенно другие измерения, иной смысл. И поэтому действительно можно всегда радоваться. И эта радость, несмотря на апостол Павел об этом говорит, и, мы знаем, евангельские блаженства, они тоже заканчиваются словами «радуйтесь и веселитесь, ибо мы сдававши много на небесах». Действительно, даже страдания, даже скорби можно принимать и с радостью, и с благодарностью. Это не бывает просто. Но, конечно, это возможно только тогда, когда человек находится с Богом. Вне этого измерения, без веры. Конечно, никакой радости в скорбях говорить невозможно. Но действительно, очень важно сохранять это благодушие, это смирение, чтобы человек не зависел. Если какие-то обстоятельства складываются не так, то мне плохо. А если все хорошо, то и у меня радостно на душе. Нет. Радоваться нужно уметь всегда. «За все благодарите, ибо такая во воля Божия о вас во Христе Иисусе». Опять же, можно задаться вопросом, а можно ли благодарить за все? И, оказывается, можно, раз об этом говорит апостол Павел. То есть, не только за то, что мы считаем хорошим в жизни, но и то, что мы рассматриваем как плохое. И не случайно есть известные слова, те последние слова, которые произнес Ильян Златоуст перед смертью. «Слава Богу за все». То есть, человек все принимает, со всем смиряется, со всем соглашается. И это очень важно. Важно, потому что, конечно, это возможно только при наличии смирения, и это смирение, оно аннулирует всякий протест, недовольство. Хочется иногда другого. Мы хотели бы, чтобы наша жизнь, она строилась по каким-то нашим планам, прогнозам, предпочтениям, по собственной воле. Но очень многое в жизни строится совершенно иначе. Не так, как бы нам хотелось, не так, как мы предполагали и думали. И вот согласиться с этим бывает непросто, потому что, как мы уже говорили, своеволе, самоугождение, оно превалирует, доминирует в нашей жизни. И человек благодарит за все Бога, потому что он доверяет Богу больше, чем себе. И если это присутствие в жизни, значит, все, что происходит, нуждается в благодарности. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Ну, мы с вами узнаем впоследствии, когда будем разбирать первое послание Коринфянам, что некоторые духовные дарования, которые наличествовали в ранней церкви, воспринимались неоднозначно. Например, говорение на языках или еще какие-то проявления, и поэтому они могли даже вызывать какой-то протест. Но апостол Павел говорит, что дух нельзя угошать, он должен как бы гореть, он должен проявляться в жизни. В то же время пророчества не уничижайте. Ну, действительно, пророчества – это не предсказание будущего, как мы с вами могли бы подумать. Пророчества вообще в библейском понимании – это скорее некое обличение. Пророки не столько предсказывали будущее своим современникам, но они прежде всего, и в этом была именно трудность их миссии, они судили, они были посылаемы именно к своему народу для того, чтобы сказать этому народу правду, для того, чтобы этот народ образумить, для того, чтобы напомнить им о Боге и о его суде. И эта миссия, она часто была именно трагической, потому что люди не принимали их слово, а оно для них было совершенно чуждо. И точно так же, как и во времена Ветхого Завета, так и во времена уже христианской церкви, пророчество могло быть оторгаемо. Не всем оно было нужно, не все его хотели слушать. И поэтому апостол Павел говорит о том, что пророчество не должно быть уничижаемо. В то же время он понимает, что пророчество, оно должно быть испытано. То есть, как бы церковь должна с ним соглашаться, должно пройти рецепцию. Вот. И только в этом случае может быть принято. Хорошего держитесь. Удержитесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира досветит вас и во всей полноте, и ваш дух, душа и тело, со всей целостностью досохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ну, мы видим с вами хорошо, что в этом послании пришествие Иисуса Христа, оно является какой-то ключевой фразой, и, собственно говоря, вот стоит в окончании каждой главы. Поэтому деление на главы, которое возникло впоследствии, оно для этого послания вполне оправданно и закономерно. И в этом пожелании сохранения человека до пришествия Христова апостол Павел различает в нем дух, душу и тело, чтобы они во всей целости сохранились без порока. И это деление, это упоминание трехсоставности человеческой природы, оно в данном случае является уникальным, потому что в посланиях апостола Павла мы нигде больше с вами такого деления не встречаем. Есть оно в конце четвертой главы послания к евреям, собственно, все. Надо сказать, что в посланиях апостол Павел о душе, как правило, не говорит на все его послания, можно насчитать не больше таких десяти мест. Как правило, он предпочитает говорить о духе. Поэтому мы всецело можем утверждать, что все-таки апостол Павел исповедовал двухсоставность человеческой природы, говоря о духе и о теле. В то же время здесь, как мы видим, он напоминает и дух, и душу, и, собственно говоря, чем они отличаются друг от друга, это вопрос является открытым и, по крайней мере, на основании посланий апостола Павла уж точно не может быть решен. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас». Итак, не Павел призвал фессалоникийских христиан, призвал их Бог, и он сохранит верность своей церкви. Как бы, может быть, она иногда не отступала, какие бы проблемы в ней не существовало, верность Бога не подлежит никакому сомнению. В то же время апостол Павел нуждается и в молитве о себе. Он просит об этом своих адресатов. И это для нас тоже очень важно. Важно потому, что, ну, можем сказать, что апостол Павел, он был такой уникальной личностью. Конечно, у него были свои отношения с Богом, который вел его, который его направлял, руководил им. Разве нужно в такой ситуации было о нем молиться? Потому что, конечно, такую близость к Богу, как у апостола Павла, немногие святые имели, вне всякого сомнения, его роль, его значение для истории церкви уникальны. И тем не менее, как бы это ни было парадоксально, он тоже нуждался в том, чтобы о нем молились. И неоднократно просит об этом своих адресатов. И более того, он приводит случаи в других посланиях, в частности, начинается это второе послание Коринфянам, который говорит о том, что эта молитва о нем, она спасала его от верной гибели, от неизбежной смерти. И поэтому она для него так дорога, так значима и цена. И тем самым эта просьба о молитве, она для нас тоже сохраняет свою актуальность. Что нам необходимо, нужно молиться друг о друге. «Приветствую всех братьев Алабазаним, святым, заклинаю вас Господом, прочитайте послание всем святым братьям». Ну, вот такой поцелуй, святой поцелуй, который апостол Павел, он являлся таким специфическим христианским приветствием. И апостол Павел говорит, заклинаю вас, прочитайте послание всем святым братьям. То есть, другими словами, он как бы настаивает, он просит. И здесь мы видим, каким образом, собственно говоря, послание находило своих адресатов. То есть, на церковном собрании оно зачитывалось, да, это общее было письмо, оно было обращено ко всем. И тем самым апостол Павел возлагал на это свои надежды и был уверен, что все-таки его обращение, оно достигнет своей цели и возымеет воздействие на получателей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вот то пожелание, которым апостол Павел заканчивал все свои послания. И действительно, это очень важно, пожелание милости Божьей, милости, в которой нуждаются все люди, как тогда, так и сейчас. И поэтому это пожелание милости, оно является ключевым, да, очень важным всем необходимым милость Божия, потому что, конечно, мы тем самым просим Бога о снисхождении к нашим немощам, да, к нашим каким-то недостаткам, изъянам. И вот это словосчитание благодать Господа, оно как бы это предполагает, потому что сам Христос, он снизошел к человеку, к человеку, который находился в рабстве у греха, был подвержен многим изъянам, который находился, конечно, в плачевном состоянии. И это снисхождение, как апостол Павел, мне говорят, начатно подчеркивает, оно было обусловлено именно благодатью Божией. По благодати Божией, говорит он в послании к Ефейсиным, вы спасены, это не от вас, Божий дар. И вот этого Божьего дара, дара благодати Божией, апостол Павел и просит у Спасителя для всех своих адресатов. Продолжение следует...